Добрый день, дамы и господа! С вами снова я, Дмитрий. Я вам расскажу о бензоинструменте, а точнее о триммерах. Начну я с того, что на рынке сейчас огромное количество производителей этой техники. Триммеры даже делают те, кто изначально строил и продолжает строить автомобили. Но обо всем по порядку. Для меня, как для работника ландшафтного отдела компании Европлант, очень важно, чтобы техника не подводила. Не буду углубляться в технические характеристики, потому как о них вы прочтете в интернете. Поэтому я составил свой топ-5 производителей триммеров, которым я доверяю. Пятое место. Немецкая фирма Hutter, что в переводе означает хранитель. Не путайте с фирмой Hunter. Почему я его поставил на пятое место? Все очень просто. Потому что просто придя в магазин, такие как Максидом Аби или любой другой, на прилавке вы с большой вероятностью не найдете его. Отсюда следует вывод. Раз их не просто найти в обычных магазинах, значит они не столь популярны. А значит на них очень маленький спрос. Четвертое место. Четвертое место. Я отдаю предпочтение американской фирме Patriot. Названо так в честь американской футбольной команды. Почему четвертое место, спросите вы? Все просто. Из-за весьма непрочных и недолговечных материалов, из которых она сделана. Переведу вам пример. После покоса восьми соток сломался стартер, рассыпалась стулка, троса и заклинил механизм. Я бы мог и дальше его ругать, но не буду. Третье место. Еще одна немецкая фирма Hammer. Да, так уж получилось, что немцы делают хорошо не только автомобили. В переводе название Hammer означает молот. Вот честно вам признаюсь, если бы мне сказали, что у кого-то есть Hammer, я бы в первую очередь подумал про машину. Этого производителя вы сможете легко найти в популярных строительных магазинах. Скажу немного о его недостатках. Во-первых, механизм запуска двигателя лично для меня крайне неудобен. И второе. Если с вашим треймером что-то случится, не дай бог, а он еще на гарантии, не спешите радоваться. Сначала прочтите гарантийные условия. Крайне хитро они там написаны. Второе место я отдаю землякам из Петербурга. Компания Champion. Champion был создан как один из проектов компании Valde, которая занимается оптовой продажей бензиновой техники. До этого момента они были дистрибьюторами других популярных фирм, таких как Stihl и Husqvarna. Многие мои коллеги пользуются треймерами этого производителя. И каких-либо больших недостатков они не обнаружили. Единственное, что отметил лично я, это вес. И второй недостаток, это ручка газа. Она острая и периодически закусывает кожу. Ах, крайне неприятно. На первое место я поставил двух производителей, так как не смог разделить их. Это Stihl и Husqvarna. Расскажу немного о каждом из них. Изначально Husqvarna родом из Швеции. Она специализировалась на производстве оружия. А в дальнейшем, чем только эта фирма не занималась, и чего только не строила. И велосипеды, и машины, и мотоциклы. В дальнейшем она вошла в концерт электролюкс. А через 28 лет они отделились. А еще через год Husqvarna купила всем известную компанию Gardena. Вообще, у этого производителя очень интересная история. Что же касается компании Stihl, это очередная немецкая компания, основанная в 1896 году. Именно Stihl запатентовал трехзвеньевую пильную цепь с режущим и скребковыми зубьями, обеспечивающими лучший выброс опилок. В 1992 году гигант под названием Stihl покупает компанию Viking по производству садового инструмента. В 1995 году Stihl представляет самую тихую бензопилу в мире, за что получает награду «Голубой ангел». Вообще, у обоих производителей очень насыщенная и интересная история. Но мы не в школе и не на уроке истории, поэтому ближе к делу. И Husqvarna, и Stihl отлично сбалансированы и по цене, и по качеству. А еще они единственные производители комби-системы. Если вы не знаете, что это, пишите свои комментарии на эту тему, и я расскажу вам о ней в следующем ролике. А на этом у меня все. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока!